В Министерстве по чрезвычайным ситуациям в Москве и Подмосковье жертв или пострадавших в связи со шквальным ветром и грозой нет. По словам оперативного дежурного, поступившие за ночь сведения о погибших, не стоит связывать с разгулом стихии. Точные данные о числе пострадавших, судя по всему, удастся получить не раньше понедельника. В любом случае, минувшую ночь москвичи запомнят надолго. Подобного буйства стихии не помнят даже старожилы. Всего полчаса хватило стихии, чтобы изменить город до неузнаваемости. Шквальный ветер, порывы которого достигали порой 15-16 метров в секунду, ломал и вырывал с корнем огромные деревья, выбивал окна в домах, срывал крыши. Более всего не повезло автомобилистам, которые потеряли своих железных коней. Ветер швырял деревья и рекламные щиты и на российские автомобили, и на шикарные иномарки. Поистине гигантский ущерб был нанесен зеленым насаждением. Только в центральном округе столицы за ночь повалено и сломано более двух тысяч деревьев. Многие москвичи сегодня утром попросту не узнали родные места. Наш корреспондент только что вернулся из одного из московских округов. Подлинная драма разыгралась прошедшей ночью в жилом микрорайоне Анина южного округа столицы. Жертвами урагана стали десятки металлических гаражей. По словам людей, наблюдавших за буйством стихии из окон, зрелище было под стать фильму ужасов. В течение 20 минут стоял страшный скрежет. Ракушки с легкостью взмывали в небо, пролетая десятки метров и приземляясь в самых неожиданных местах. Утром картина больше напоминала последствия бомбардировки. Этот мужчина после долгих поисков наконец нашел свой искореженный гараж. У некоторых пострадали не только гаражи, но и машины. Хозяину этой девятки еще предстоит узнать о своей беде. В то время как его соседу повезло, его ракушка осталась невредимой. Перед нами 11 гаражей стояло, и буквально на наших глазах их унесло. Вот я здесь на четвертом этаже живу и ждал, когда наш гараж. Но, видимо, повезло из-за того, что мы как раз переехали, в основном все вещи, тяжелые книги там, в ящиках стояли, в гараже. Просто чудом никто не пострадал. Но если бы полеты ракушек проходили бы днем, последствия могли быть очень плачевными. Тем временем автомобилисты, получив печальный опыт, начали укреплять свои гаражи. На случай еще одной атаки непредсказуемой стихии. Александр Минаков, Виктор Авдеев, новость этого центра. ...перекрыт упавшими деревьями и порванными проводами. Тяжелая ситуация и в районе улицы Верхняя. Там крайне затруднено автомобильное движение. Деревья лежат на фасадах домов. По некоторым данным, в связи с большим количеством воды нарушены подземные коммуникации. Мэр Москвы Юрий Лужков взял под свой контроль работу по ликвидации последствий этого урагана. Для этого создан оперативный штаб. Сегодня, несмотря на выходной день, работают все руководители городских служб и префекты. И вот что сказал в интервью нашему корреспонденту московский мэр. Предприняты меры по ликвидации последствий. Выставлены все службы с утра. Мы это сделали заблаговременно. Рано утром все это было организовано. Все службы городские сейчас в работе. Нам помогают военные. Московский округ внутренних войск. 2000 человек выделил. И Московский военный округ Министерства обороны. Выделил по нашей просьбе более 1000 человек. А самое главное, конечно, это городские службы, которые ликвидируют все эти завалы и последствия вот этой стихии. КОНЕЦ КОНЕЦ